как живет город который хотели захватить за три дня непокоренный киев спустя 433 дня привет друзья с вами и канал liberty мою дорогу в украину сопровождали смешанные чувства и эмоции я ехала из страны нейтралитета в страну в военном положении безмятежность и спокойствие сменялась волнением и тревогой крылья самолета и облака сменились колесами бесконечной автодорогой причёсанные города и пейзажи сменились непохожие архитектуры и буйной природы я въехала в украину с радостью и болью в сердце одновременно чем больше я приближалась киеву тем больше было радости но и боли тоже проезжая по житомирской трассе я видела следы боевых действий которые напоминали об ужасном вторжении российской армии в прошлом году я видела аистов парящих и сидящих гнездах вернувшихся в родные края я почувствовала приподнятое настроение как будто во мне что-то воскресает расцветает и сияет также из украины аисты вернулись здесь будет возрождаться жизнь процветать страна самая красивая пора в киеве это май это месяц когда празднуется день города и день вышиванки когда расцветают пышные каштаны киев называют городом каштанов эти деревья появились в городе в конце 19 века именно каштанами был высажен бульвар имени тараса шевченко а потом и весь город каштановый лист символ киева киев город очень зеленый цветущий просторный и очень большой до войны здесь жило более трех миллионов жителей города да здесь теперь другое измерение до и скоро будут говорить после войны вернее после победы именно так и не иначе увидеть киев за один день нереально и даже за три дня он так богат достопримечательностям что сюда надо приезжать на дольше киев столица и крупнейший город украины европе больше киева разве что стамбул лондон берлин и мадрид археологические раскопки показывают что поселение на территории киевской области существовали уже 15-25 тысяч лет назад киевской летописи говорилось что укрепленный город на месте киева существовал с 430 года после крещения киевской руси в девятьсот восемь с восьмом году город стал центром киевской метрополии константинопольского патриархата киевский собор святой софии это величайшее архитектурное сооружение и один из главных символов украинской столицы он возводился в честь победы князя ярослава мудрого над печенегами и впоследствии неоднократно перестраивался приобретая элемент архитектурного стиля украинского барокко в 1934 году собор стал частью национального заповедника софия киевская и получил статус музея а в 1990 году софийский собор был внесен в список всемирного наследия юнеско сейчас молитва здесь проводится только в строго отведенные дни заметили нимбок над софией чудесное ощущение софийский собор находится на площади богдана хмельницкого где его памятник бережно укрыт от российских обстрелов софийский собор свидетель множество важных событий украины а площадь рядом с собором любимое место киевлян для рождественских и пасхальных ярмарок правительственных мероприятий и встречи нового года крещатик и площадь независимости с этих мест чаще всего и начинается первое знакомство с киевом самая широкая и одновременно с этим самая короткая улица во всей европе это знаменитый крещатик его ширина составляет 75 метров а длина 1 и 3 километра он соединяет три площади европейскую площадь независимости и бессарабскую крещатик является главнейшей улице столицы центральной артерии киева на месте улицы крещатик во времена киевской руси протекала широкая река и это был не центр а окраина старого города застройка улиц началась лишь в конце 18 века концу 19 крещатик был усеян доходными домами банками и магазинами старая улица крещатик была подорвана энководистами во время второй мировой войны дабы не досталось нацистским войскам здесь осталось всего несколько старых зданий современный крещатик изобилует огромным количеством развлекательных заведений архитектурных памятников магазинов и государственных учреждений улицу украшает огромный главпочтан пассаж знаменитая каштановая аллея фонтаны скульптуры на выходных и в праздничные дни проезжая часть главной улицы превращается в пешеходную главная площадь столицы которые все знают как майдан служит эпицентром всех массовых событий от политических протестов до концертов и праздников и местом через которое проходит множество туристических маршрутов площадь независимости имеет особое символическое украшение монумент в честь независимости украины белую колонну высоту 52 метра венчает фигуры берегини с калиновой ветвью настоящее время майдан является легендарным местом не только в киеве но и во всей украине и также за ее пределами здесь витает дух свободы здесь отражаются исторически значимые события для украины так и сейчас прогуливаясь по городу или спеша по своим делам люди останавливаются почтить память погибших в войне против российских захватчиков защищая свободу и независимость украины пешеходно-велосипедный мост возведенная над владимирским спусом соединяет крещатый парк и владимирскую горку прогуливаясь по мосту можно остановиться на смотровых площадках и насладиться прекрасными панорамами киева это новый мост построены в 2019 году его еще называют мост кличка именно здесь мэр киева виталий кличко прогуливался с известным голливудским актером томом крузом владимирская горка это один из самых старых парков столицы и живописное место на чудесных склонах реки днепр где открываются восхитительные виды и пейзажи не хулийся червона калином маешь билий цвет не жулийся славно украинно маешь вільный рит а мы когда-то шарль де голь сказала киеве так я видел много прекрасных парков городах но город в парке вижу впервые киев имеет репутацию одной из наиболее зеленых столиц европы голосеевский район в котором я живу самый большой район киева по площади 160 квадратных километров но при этом он не самый густонаселенный а самый зеленый район города самый крупный парк киева расположен именно в голосеевском районе это парк имени рельского мой любимый парк он был открыт в 1958 году а его размах просто поражает воображение я не могла уехать не посетить мой любимый парк спыть на том ляне мисто мирным лагидным сном ян вогни як на мисто рослили над днепром вечерей фокса митым овщастя приби як тебе не любит и киеве спокойствие красота киева сейчас многих вводит в заблуждение стране все еще идет война а киев до сих пор является одной из важнейших целей противника в мае во время масштабных ракетных атак по украине в небе над киевом было уничтожено несколько аэробаллистических ракет кинжал выпущенных из самолетов миг с территории россии наши воины защитили город сбив все якобы неуязвимые и не имеющие аналогов ракеты кинжал это сенсация так как на россии эту систему превозносили как непобедимую приблизительная стоимость одной такой ракеты от 10 миллионов долларов мне было жутко в такую ночь дякую хлопцы за вашу службу за захист вы наши герои слава киева слава украине м книжка украины а